Они не виделись почти полгода, а потому выставка Fashion Dog 2020 собрала воскресным утром на открытой площадке в Усть-Курдюме рекордное число четвероногих участников. Их хозяева и заводчики, несмотря на привычные уже маски и ограничения, приехали не только из близлежащих городов. Так, первым чемпионом выставки стал четвероногий Лайлен Терьер по кличке Space из Екатеринбурга. По мнению Юлии Климченко, у этого чемпиона большое спортивное будущее. Это как люди, есть люди, которым нравится выступать и быть в центре внимания, есть, которые нет. Ему нравится. То есть он только начинает это, но сегодня он очевидно как бы славил кайф вот этот вот. Я думаю, что дальше у него будет хорошее большое будущее. Чувствовать себя, чувствовать свою собаку, это вносит в твою жизнь что-то совершенно особенное. Не без фальши, которая есть в человеческом мире. Как бы это искренность, которая вот здесь. Собачье дефиле предъявляет требования не только к экстерьеру животного. Чтобы получить хорошие оценки, нужно иметь образцовый внешний вид, отработанную стойку умения вести себя на ринге. Заводчик с пятилетним стажем Ольга Тиванова рассказала, что каждый из трех ее питомцев по-разному относится к подобным мероприятиям. Но собак, по ее же мнению, любит совсем за другое. Как зовут? Моника. По характеру отличная собака, но вот ринг это не для нее. Вот юного чемпиона закрыли, а чемпиона России, она у нас вот начала там покрутаться, устраивать. Больше собака-компаньон, они в принципе не гавкучие и очень положительные по характеру. Так как любят они нас, наверное, никто не любит. Это мега позитив, я не знаю, дома всегда ждутся, всегда встречают. Такие мероприятия объединяют людей различных профессий – врачей, учителей, чиновников. Так заядлыми собачниками оказались экс-губернатор Саратовской области Дмитрий Аяцков и глава Саратовского района Иван Бабошкин. С самого раннего детства я всегда с собаками и постоянно в чарке. Это праздник. Праздник для тех, кто нас охраняет, кто постоянно с нами рядом. Верности, преданности – это, наверное, самые такие серьезные качества у наших питомцев. Это часть семьи. Мы правильно используем Ускурдюмскую площадку, на которой массовые мероприятия проводятся. И, конечно, вы видите берег Волги, участники приехали с разных концов нашей страны. Мы судейская коллегия очень такая мощная и профессиональная. Поэтому, я думаю, настроение, которое сегодня царит, говорит о том, что мы правильно сделали, чтобы поддержали наших любителей собак. А еще на выставке в Ускурдюме посоревновались юные хендлеры. В переводе с немецкого это слово означает «водить вручную». Дарья Пастухова, работающая хендлером второй год, рассказала, что легкий бег собаки на ринге, ее послушание и понимание с полуслова – это результат долгих и кропотливых тренировок. Мы выводим собаку, мы готовим собаку, мы стараемся скрыть все недостатки, показать достоинства, показать породные движения, породную анатомию. Для меня собаки большую часть жизни, даже профессию выбрала такую, чтобы быть ближе к собакам. Это релаксация, это расслабление лично для меня, я отдыхаю в ринге. Для президента областного кинологического клуба Марины Усольцевой организация выставки в этом году стала непростым испытанием. Но уже через несколько часов работы она уверенно заявила, что Fashion Dog 2020 состоялась. Да, я могу сказать, что выставка состоялась, потому что люди довольны, собаки довольны. Мы получили оценки, мы получили прекрасную погоду, мы получили прекрасное место проведения, мы получили общение, мы получили призы от хороших спонсоров, от наших. Поэтому я думаю, что да, все у нас состоялось. И я думаю, что у нас это станет традицией, мы будем и в будущем проводить выставки в этом же месте. И, пожалуй, главный итог собачьего променада в Усть-Курдюме подвел судья Российской кинологической федерации по всем породам Шамиль Абракимов. Люди едут сюда, потому что люди соскучились уже. Хочется праздника людям, понимаете? Общение, это было. Конечно, общение, это интересно, люди все общаются, интересно. Здесь много красивых, очень породных собак, высокого уровня. После 40 я бы всем людям прописал собаку вместо таблеток для здоровья. Любая собака – это доброта, это чувство, это отношение, это ответственность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова